потом как обещала показать вам одну из книжек про финтуса ну как бы многие уже знают но для тех кто вот и на вроде не знает на самом деле книжек много но мне кажется для нашего ютюба наверное хватит одной вообще их существует многом у нас нет всех и мы библиотеки берем их на самом деле я советую вам даже посмотреть мультики потому что мультфильмы они сделаны по книжкам и они просто тоже очень классная вот но я вот тут каждому каждой книжке там своя история про вот это был такой старичок петерсон одинокий ему подарили котенка вот этих котенок он умеет говорить ему то есть он учился говорить и он ведет себя совершенно как ребенок то есть здесь в общем-то книжка обыгрывает вообще отношение ребенка взрослого но такой немножко сказочной форме и с такими очень детальными очень такими юморными иллюстрациями что очень интересно что то здесь два параллельных мира то есть мира вроде обычной но в нем котенок говорящий еще тут существует мир таких вот каких-то непонятных существ про них никогда не говорится вообще но они всегда присутствуют на иллюстрациях и присутствуют в мультфильме и они у них свои своя реальность там свой мир то есть они где-то доживут они то ли они живут под полом в этом доме вот ну сама книжка просто я не знаю дети просто тащатся у меня мультики они присмотрели по миллиону раз есть еще фильмы они тоже присмотрели по миллиону раз вот это бесконечно читать на самом деле мне самой очень нравится вот видите эти существа какой-то такое супер мир там создан уютный такой и такой вот шведского либо такого северного жизни такой на природе ну в общем какой-то их идеально и очень смешные отношения и котенка и взрослого этого старичка одинокого но много чего там затрагивается разных тем и одиночества и дружбы ну вот и просто показываем картинки чтобы просто имели представление историю сам не рядом сама история тут что котенок все время будил петерсона прыгал на кровати и он ему из старого туалета построил его собственном доме куда он переехал жить это же вот чтобы он там прыгал вот но потом петерсона как всегда расстроился потому что с одной стороны он не удал самостоятельности дом но он по нему конечно очень грустил то есть они в такие отношения то есть друг без друга они не могут но и друг с другом бывает короче семейные отношения на друг с другом тоже бывает нелегко вот тут столько деталей приятно глазу вот вот ему снится снится про котенка потом они ему там обои приклеили то есть он там обжился и петерсон как бы по нему скучал детям очень нравится всякие детали вот эти всякие спрятанные здесь монстрики и но какие-то вдруг раз такая большая морковка он то есть такие какие-то неожиданные штуки вот детям очень нравится вот он постоянно плеч печет блины кстати вам советую фильм тоже посмотрите сделали два фильма очень классно на самом деле он сказал ему я жду гостей пеки блины петерсон очень грустно пек блины а потом оказался что гость это он был который был потом приглашен в его дом вот еще такая здесь напоминает такую прямо деревенскую жизнь да почему-то напоминает деревню и ну в общем создает такую особенно в случае эти иллюстрации вода создают совершенно особенную атмосферу хотя по сути вот они рассказы они совершенно простые но но вот этой атмосферой юмором кому конечно они отличаются да они все время едят кашу плюс чай или кофе вот дождь дождь опять же эти всякие странное существование даже как-то называется это было как-то то ли мемыла то ли как-то так ну в общем вот видите книжек много разных а вот и сам знаменитый свин нордквист уже на весь мир уже переведен там я не знаю сколько языков в общем такая история у нас остается в издательстве оттенгер я думаю в россии тоже кто-то уже издает его не знаю точно кто